Добрый день! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Главное к этому часу. Спешки брали только самое необходимое и выбегали на улицу. Крыша обвалилась. Сказали быстрее, лучше уезжать. Что могло стать причиной обрушения бетонных конструкций в многоэтажке на Лукашевича? От поздравлений до критики. Рабочий визит первого заместителя председателя Совета Федерации в Омск. Еще одна точка в рабочей поездке. Строящаяся школа в микрорайоне Космическом на 1122 места. Здание суперсовременное. Почему у Андрея Турчака возникли серьезные вопросы к подрядчику и выполнение каких еще задач сегодня на его контроле? А трактор и не приметил. В Омске пассажирский автобус протаранил снегоуборочную технику. Есть пострадавшие. Почему Россия начала спецоперацию на Украине? Узнают теперь и школьники, и студенты. И самое главное, что в этом фильме нет ненависти. Как воспринимает фильм инструкцию 12-го канала «Молодежь»? Победный полет ястребов прервал Салават, что помешало авангарду продрить беспроигрышную серию. По факту обрушения перекрытия кровли в доме на Лукашевича могут завести уголовное дело. Региональный следственный комитет уже начал проверку. Изучают все обстоятельства произошедшего и прокуратура. Крыша рухнула, напомню, сегодня ночью. К счастью, на технический этаж никто не пострадал. И тем не менее, жильцам пришлось покинуть свои квартиры. 12-й канал оказался первым на месте ЧП. Выяснилось, что плита должна опираться на колонну, которой нет. Репортаж Анастасии Донец. Наспех накинутые куртки, документы и телефоны в руках. Для жильцов этого дома на улице Лукашевича ночь оказалась бессонной. Сначала шум и грохот на крыше, а после стук в дверь с сообщениями о срочной эвакуации. Многие даже не успели понять, что происходит. Автра выясним, я думаю, что утром ищите. Некоторые жильцы в спешке даже оставили домашних питомцев дома. Поэтому были готовы дежурить у подъезда до тех пор, пока не разрешат вернуться назад. Другие же отправились ночевать к родственникам. Мы уезжая, нам сообщили. А что вам сообщили? О том, что крыша обвалилась. Сказали быстрее, лучше уезжать. Благо, есть куда уезжать. Тем, кому некуда было уехать на время эвакуации, предоставили теплые автобусы. Что самое необходимое взяли-то с собой? Теплые вещи и документы. И больше ничего. Как выяснили специалисты, обрушилось бетонное перекрытие кровли площадью 9 квадратных метров на техническом этаже дома. На место оперативно выехали спасатели. Обследовали крышу здания. В доме ввели режим ЧС локального характера. По факту инцидента начала проверку прокуратура. В настоящее время прокуратурой Кировского административного округа организована проверка соблюдения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. По словам директора управляющей компании, обслуживающий дом, перекрытие могло обвалиться из-за строительного брака. Там, по идее, должна быть колонна, которой нет. Только металлические пластинки, которые вместе друг с другом соединяют эти плиты. Вот здесь вот пластинка, видать, отстегнула сварка. И большая плита, более тяжелая, она пошла вниз. Специалисты управляющей компании укрепили перекрытие железными и деревянными балками, а также установили бумажные маячки. Если будет дальнейшее движение плиты, они порвутся. Сейчас на месте организовано круглосуточное дежурство. Мэр Сергей Шелест поручил взять ситуацию на особый контроль. Специальная организация уже выполнила обследование и пришла к выводу, что требуется замена плиты. Демонтаж поврежденных конструкций должен начаться сегодня. После пройдут ремонтные работы. Все люди уже смогли вернуться в свое жилье, кроме владельцев квартиры, над которой произошло обрушение. Анастасия Донец, Сергей Никифоров, 12 канал. В регионе ожидается метель и гололед. В МЧС сообщают об очередном ухудшении погоды. Сегодня и завтра синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Местами осадки будут очень интенсивными. Порывы ветра временами могут достигать 21 метра в секунду. Все это с большой долей вероятности приведет к гололеду и снижению видимости на дорогах. Спасатели рекомендуют учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на улице. Автолюбителям необходимо следить за скоростью, избегать резких маневров и торможений. Во время непогоды лучше оставаться дома, если вы все-таки вышли на улицу и держаться подальше от линии электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Сегодня в селе Троицком Омского района ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод. В торжественной церемонии принял участие первый зампредсовета Федерации Андрей Турчак. В нашем регионе он сегодня с рабочим визитом. Новый объект позволит газифицировать больше 10 тысяч домов и соцсоучреждений сразу в двух населенных пунктах. Также Андрей Турчак посетил и проблемные стройки. Репортаж Юлии Комаровой. Запускают газопровод в Троицком сегодня не член областного правительства и не гости из столицы. Символический факел они передают местным жителям. Это позволит завести голубое топливо сразу в 10 тысяч домов. А еще в детсады и школы сразу в двух населенных пунктах. Троицком и Новоомском. А это здание котельной. Построено почти полвека назад. За долгие годы службы ее топили углем, мазутом. И сегодня наконец сюда пришел газ. И это не только более экологично, но еще и экономично. Это еще рывок с программой социальной газификации в регионе и в районе. На сегодня Омская область отметил губернатор. Самый газифицированный регион в Сибири. И работа в этом направлении не останавливается. В низких районах до 25-го года, до конца 25-го года, у нас в 51 населенном пункте появится газ. Это и наши севера, и Тарский район, и Вриз, и Черечья, и Горьковская. Мы все захватим. Все наши районы газа обязательно охватим. Мы везде дадим людям голубое топливо. При этом особое внимание будет уделено льгодным категориям и семьям участников спецоперации. В Омской области 29 категорий, то есть это как бы превышение тех базовых категорий, о которых говорил президент. Они поддерживаются не менее 100 тысяч рублей. Люди получают на уже непосредственно проведение газа по территории своего земельного участка и на закупку необходимого оборудования. К детям обязательно с подарками. В пакетах мячи и настольный теннис. Следующая точка в рабочей поездке Андрея Турчака, Троицкая школа. Но все же главная новость. И для ребят, и для сотрудников в ближайшие два года здание капитально отремонтируют. И оно будет таким же современным, как и Омская школа под номером 75. Здесь после масштабной реконструкции идут последние приготовления к приему ребят. Еще одна точка в рабочей поездке – строящаяся школа в микрорайоне Космическом на 1122 места. Здания суперсовременные. Здесь помимо технического оснащения будут даже лифты. Ну а в младших классах оборудуют спальни для отдыха учеников. А между тем, школу должны были сдать еще год назад. Но объект до сих пор не готов. Андрей Турчак был на стройке весной этого года. Тогда подрядчик пообещал, что здание введут в эксплуатацию до конца 2023-го. Времени осталось мало, поэтому разговор с застройщиком короткий. Может сюда родители вам прислали, чтобы постыднее было? А нам за что стыдно? За возможный срыв сроков? Срыва сроков не будет. Не будет? Не будет. Поэтому стыдиться нам будет не за что. То есть 20 декабря строительная готовность и вход в лицензирование, аккредитацию и прочие вещи? Совершенно верно. Новый инженерный лицей, именно так и будет называться школа на Космическом, должен принять первых ребят уже в следующем году. Юлия Комарова, Дмитрий Алдыгепченко и Павел Манжос, 12 канал. Посетить в ближайшее время больницы в самых отдаленных районах Омской области. Чтобы на месте вникнуть в проблемы, намерен новый министр здравоохранения Артем Наркевич. Сознать новые объекты в сфере обращения с отходами. Решением этой проблемы в первую очередь займется новый министр природных ресурсов и экологии Татьяна Хавронина. Развивать спорт в регионе будет Иван Колесник, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта. 12 канал единственный, кто смог пообщаться со всеми новыми министрами. Руководители ведомств расскажут о себе и своих ближайших планах, о тех задачах, что ставит губернатор. Смотрите актуальное интервью сегодня в 20.00 на 12 канале. Агрария региона подводит итоги непростого сезона, делятся достижениями и планами на следующий год. 24 ноября – день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омской области. На площади возле областного конгресс-холла и внутри развернулась большая выставка-ярмарка. На ней представлены передовые образцы техники, которые сегодня используются в полях, научные разработки и местная продукция. По ее объемам, к слову, наш регион входит в десятку самых крупных в России. Экспорт растет даже в непростых условиях санкционного давления. Всего в экспозиции участвуют около 40 компаний. Перед веков производства в честь профессионального праздника наградили дипломами и грамотами. Помню, что трудиться в этом сезоне аграриям пришлось сверх нормы. Риск неурожая был очень высок. Морозная зима, весенние, летние засухи, бури – все эти капризы погоды так или иначе отразились на посадках. Многие хлеборобы понесли убытки. И, тем не менее, удалось собрать почти 2,5 миллиона тонн зерна. На следующий год планы более амбициозны. Стоит основная задача максимально ввести земли в оборот. В 2024 году увеличить объемы производства зерна, традиционно, до трех с лишним миллионов тонн. Сегодня увеличение молока и переработка, и реализация ее за пределы нашего региона. Поэтому стоят перед нами сегодня амбициозные задачи. Двойное задержание в Омске и Новосибирске. Полицейские взяли под стражу двух грабителей. Они взломали витрину ювелирного магазина и вынесли украшений на 4 миллиона рублей. На кадрах с камеры наблюдения видно мужчина в маске, заходя в торговый центр и молотком разбивает витрину. Особо не разбираясь в товаре, выхватывает два планшета с украшениями и также быстро скрывается. По версии следствия, на улице его уже ждал автомобиль, за рулем которого находился подельник. С машины грабители предусмотрительно сняли номера. Как выяснилось, взор злоумышленника упал на изделие из золота. Владельцы магазина оценили ущерб в 4 миллиона рублей. Сотрудники полиции надследили маршрут движения авто по камерам. Мужчины отправились в Пермь, где сбыли часть награбленного. А после разъехались по домам. Вторую часть украшения один из фигурантов дела продал в соседнем регионе. Общая выручка преступников составила миллион рублей. В настоящее время следствие продолжается. На мужчин заведено уголовное дело. Им грозит до 12 лет лишения свободы. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску новостей. Смотрите в 19 часов 30 минут. Обрушение конструкции, возможно, удалось бы избежать. Стали известны новые подробности ЧП в многоэтажке на Лукашевича. Ранее жильцы уже жаловались на проблемы с крышей. Ситуацию освещал в своих материалах и 12 канал. Новые подробности происшествия в репортаже Анастасии Донец. Допрыгали до сибирской глубинки. К посетителям они тоже очень доброжелательны. Можно вот попробовать покормить. Не бойся. Вот молодец. Сразу несколько кенгуру поселились в Большереченском зоопарке. Как чувствуют себя австралийские гости на новом месте? И какая у них миссия? Узнала Екатерина Булычевская. Все подробности в 19 часов 30 минут. Не заметил трактор в аварии. На авиационный автобус въехал в снегоуборочную технику. От удара пострадали 6 человек, в их числе и ребенок. Пассажиров доставили в медицинское учреждение. Предварительно с ушибами и ссадинами. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, автобус ехал по маршруту номер 7. И столкнулся с трактором, который в это время чистил магистрали. Всего в базике находились 12 пассажиров. Окончательные причины обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки. К делу также подключился Следственный комитет. Более 43 тысяч подарков от главы региона закупят к Новому году. В первую очередь их получат дети-сироты, инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, отличники, а также дети участников СВО. При этом часть сладких подарков вручат на губернаторской елке. Она пройдет по традиции в концертном зале Омской филармонии. Каждая коробка будет содержать молочный шоколад, трюфель, конфеты с разнообразной начинкой, суфле, печенье, батончики и многое другое. Общий вес – один килограмм. На упаковке разместят поздравления главы региона. Аукцион на закупку уже объявлен. В итоге его итоги станут известны 4 декабря. Документальная лента 12-го канала под названием «Почему Россия начала спецоперацию на Украине» теперь не только в телеэфире, но и на киноплощадках Омской области. После получения рецензии на картину от экспертной комиссии в сфере образования начался показ фильма-инструкции для школьников и студентов в муниципальных районах нашего региона. Первый сеанс прошел в Шербакуле. С подробностями автор картины Алена Зарина. Зал почти полный. Ребята с интересом ждут начала картины. Каждая из них, как любой российский подросток, учит историю в школе, общается со сверстниками и взрослыми. Но ввиду юного возраста далеко не все знает о происходящем на Украине на протяжении многих лет. Фильм создан, чтобы лаконично и доступно в сжатое время, равное школьному уроку, рассказать самое главное. Факельные шествия применяли как способ воздействия на население нацистская Германия в 30-х годах. Фашисты так в своих немецких городах маршировали. И оттуда эти факельные шествия Украина берет себе. Подобных видео в интернете, основном ресурсе, откуда дети получают информацию, много. Однако там нет такой инструкции, которая позволяет разобраться в исторических фактах конфликта. Глобальная сеть хаотична. По этой причине 12-й канал и взялся за важную миссию. В рецензии данной коллегии педагогов сказано, фильм помогает составить целостное представление об СВО, ее целях и задачах, последствиях отсутствия политического решения о начале спецоперации. Фильм дает оценку и украинскому интегральному национализму. И самое главное, что в этом фильме нет ненависти. Несмотря на то, что речь идет о довольно трагических событиях, печальных событиях, в то же время героических событиях, не формируется какой-то образ злейшего врага, четко разделяется украинская политическая элита и украинский народ. В фильме есть ответы на вопросы, кому исторически принадлежали территории, на которых проходит спецоперация, как политические деятели Украины воздействовали на мирных жителей и к чему это привело. Герой фильма, доброволец, рассказывает об увиденном. И возле дома просто воронка, выше моего роста прям. Женщина вышла, говорит, вот в этот дом соседний прилетел украинский снаряд и убил мужа, сестры. И они потом пришли и смеялись. Знаете, что меня поразило? То есть дети, вначале шум был. Согласитесь, перед тем, как начинался фильм, то есть шум, разговоры какие-то, шепот, хихиканье. А начались первые кадры, буквально, и зал замер. И вот буквально на одном дыхании смотрели до конца фильма. После показа фильма состоялась встреча с творческой группой 12-го канала, автором ленты Аленой Зариной и режиссером Павлом Губановым. Ребята долго задавали вопросы и расходиться не хотели. Ближайший показ состоится в понедельник в Василькуле. А в дальнейшем картина будет транслироваться и на школьных уроках. Алена Зарина, Дмитрий Алдыгепченко, 12-й канал. Ну а в Красноярске сегодня презентуют лучшие креативные проекты из Сибири. Среди них еще один фильм 12-го канала «Поэт Никто». Автор и режиссер Светлана Веретенникова поделятся опытом создания регионального кино с федеральным размахом. Напомню, картина о выдающемся поэте, педагоге и переводчике на Кенте Анинском создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Фильм снимали в Санкт-Петербурге, Москве и Омске. Декорациями стали Павловский, Екатерининский парки, Летний сад, Игоревский вокзал, Омский органный зал и музей-заповедник Старина Сибирская. Экспертами проекта выступили руководители и специалисты ведущих учреждений культуры страны. Работу показали не только в Омской области, но и на территориях проживания этнических греков в Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, кинорента стала поводом для создания выставочных проектов Омского музея просвещения и библиотеки имени Пушкина. Десятиматчевая победная серия «Авангарда» закончена. Ястребы проиграли в Уфе Салавату и Лаеву. После двух периодов наши уступали 0-3. В заключительной 20-минутке сумели отыграть одну шайбу после точного броска Бушен, но на большее не хватило сил и времени. Этот матч был сотым в качестве главного тренера «Авангарда» для Михаила Кравца. Но хоккеисты не сумели его порадовать. Поражение 1-3. Следующий матч в КХЛ для «Авангарда» 29 ноября дома в Омске с Витязем. Были неточные передачи, потому что Салават очень хорошо садился. Мы не успевали начать атаку. Нас очень много зажимали в зоне, поэтому и не было бросков. Нужно быстрее бегать, быстрее отдавать шайбу. И точнее, чтобы разрывать это давление. В Омске открылась регистрация на самый холодный забег – рождественский полумарафон. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта. Традиционно пройдет он 7 января и соберет всех профессионалов и любителей бега в одном месте. При этом участники приезжают в холодную Сибирь даже из жарких стран. Старт будет дан на Соборной площади. Этот забег станет первым в серии 7-2024. Всего три дистанции – 21, 10 и 3 километра. Отмечу, что на самый массовый трехкилометровый забег могут зарегистрироваться все желающие без возрастных ограничений. Записаться на участие в полумарафоне можно до 29 декабря на официальном сайте мероприятия. Обязательное условие – наличие медицинского допуска. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра 25 ноября в Омске облачно. Небольшой снег в ночное время до минус 4, днем минус 6, минус 9. В районах облачно снег ночью до минус 8, дневная температура 3,6 градусов ниже нуля. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра артутного столба. На этом наш выпуск завершен. Итоги дня подведем в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин